Какое наибольшее количество острых углов может быть у выпуклого н-угольника? Какое наибольшее количество острых углов может быть у выпуклого н-угольника? И почему же у него острые углы и где эти острые углы? Ну, здесь примерно, допустим, с 80 градусов, может здесь взять угол 60, здесь 60, а здесь чуть больше 60. Понятно. То есть, все-таки надо стереть вашу картинку, надо нарисовать равносторонний треугольник и показать, как вы его прореформируете. Пожалуйста, равносторонний треугольник сначала. Так. И что вы сделаете? Какое изменение в картинке вы... Вы просто возьмете точку на стороне, не так важно где, ее чуть-чуть сдвинете во внешнюю сторону треугольника. Чуть-чуть. Не так сильно. Вот. Ну и соедините с вершинами. Идею все поняли? Да, пусть. Отлично. А если нам нужен не четырехугольник, а пятиугольник с тремя острыми углами? Получается, берем здесь две такие точки. Конечно. Нарисуйте треугольник побольше размером и возьмите побольше, еще дальше. Нарисуйте, да. Не надо я на минус три. Нарисуйте большой такой настоящий большой равносторонний треугольник. Отлично. Да. Возьмите несколько точек. Ну, я не знаю, три, четыре, сколько вам хочется. Так вот, вдоль стороны. Да. Вообще, чтобы по окружности. Неважно. Соедините. Давайте. Так, так, так и так. Замечательно. Ребята, эти точки можно было брать очень близко к стороне. И, соответственно, покажите углы, которые будут почти шестьдесят градусов. Ну, почти. Это, да. Ну, этот. Да. А этот ровно шестьдесят, как и был, так остался. Вот. Три острых угла у такой конструкции, конечно, есть. Между прочим, можно было, даже проще, можно было взять сторонний треугольник и у него чуть-чуть отрезать. Вот. Возьмите, нарисуйте рядом новый равносторонний треугольник. Да. И чуть-чуть от него отрежьте, около вершины. Да. Ну, вот так вот, что называется, почти по касательной. Нет. Вот не так резко. А вот представьте, его ножичком чуть-чуть вдоль стороны. Так вот, не знаю. Это, как иногда берут пробу, там, какого-нибудь такого дорогого товара, вот чуть-чуть пройти по поверхности. Разрез, который чуть-чуть отрезает вершину. Ну, почти так. Ну, да. Замечательно. Вот так. Ну, вы перпендикулярно фактически провели. Ну, я понимаю. Так не бывает перпендикулярно. Не понимаете? Я понял. Вот. Да. Замечательно. Замечательно. Обратите внимание, вы при этом практически не изменили величину угла. Правильно? Замечательно. А могли еще наискосок. Могли еще, могли еще. Могли сколько угодно раскладываться. Ну, все. Хорошо. Спасибо. Три бывает. Четыре нет. Три острых угла у выпукло многоугольника. Неважно, сколько у него там вершин. Бывает. Давайте объясним, почему больше, чем три острых угла не бывает. Вычисления. Как хотите. Но больше, чем три острых угла не бывает. Ну, допустим, у нас есть производная четырехугольница. Выпуклый, конечно. Выпуклый, конечно, да. У него, допустим, он почти что будет как квадрат. То есть мы берем такие острые углы, что они примерно равны 90 градусов. Нет, давайте, кстати, берем любые. У нас есть любые три острых угла. И что тогда? В чем тогда проблема? Вот этот угол острый, да. Тоже острый. Тоже острый. И третий тоже острый, да. И в чем же проблема тогда? Ну, то есть... Давайте, отметьте как-нибудь там. Одной дужкой, двумя дужками и тремя дужками острые три угла. Ну, допустим, вот, одна дужка плюс, две дужки плюс, три дужки меньше 270 градусов. Меньше 270 градусов. Потому что три умножить на 90, это 270, да. А сумма углов, углого четырехугольника, это 360 градусов. А 360 минус 270, это 90 уже. То есть этот угол был как минимум прямой. То есть он уже точно не острый. То есть если у нас есть три острых угла, то из-за суммы величин углов четвертый обязан быть тупым. Да. Потому что величина четвертого угла, это 360 градусов минус сумма величин этих трех. Если они все меньше, чем 90, то их сумма меньше, чем 270. И значит четвертый угол будет, наоборот, больше, чем 90. Отлично. Для четырехугольников задачу решили. Так. Да. Я забываю формулу, которая, где вычисление количества градусов. 180 градусов умножить на n минус 2. А, ну получается, когда мы добавляем его около, у нас это вот плюс 180. Мы уже на n минус 2 делимся. Раз душка, два душка, три душка, три душки, четыре душка. Да, вот предположим, они... Так, одна душка плюс, две душки плюс, три душки плюс, четыре душки. Да. Меньше 360 градусов. Да. А сумма углов пятиугольника, это 540 градусов. Это 3 умножить на 300... Ну, на 180. На 180. 3 умножить на 180... 540. 540, да. Ну, следовательно, градусная мера третьего угла будет больше 180 градусов. И следовательно, то, что это будет на... Отлично, отлично. Я могу еще алгебраить? Да, пожалуйста, давайте. Уже для любого числа, да? Давайте. Все острые углы сделаны прямыми? Я не понимаю фразу, острые углы сделаны прямыми. Острый угол меньше, чем 90 градусов. Тупой угол меньше, чем 180 градусов. Еще раз и понятно. Это тождество. Это тождество. Причем слева написано сумма... Всех углов. Сумма величин всех углов. 180 умножить на минус 2, да. Тупой угол меньше, чем 180 градусов. Величина тупого угла, величина любого угла меньше, чем 180, да. Величина острого угла меньше, чем 90. Да. Если острых углов будет 4 или больше, то то, что мы получим, будет меньше, чем такая сумма. Понятно. Повтори все это. Величина любого угла меньше, чем 180 градусов. Да. Величина острого угла меньше, чем 90 градусов. Да. Рассмотрим такое тождество. Да. В левой части написано сумма всех углов n-угольника. Величин. Сумма всех величин углов n-угольника. Да. Если острых углов 4 или больше, то сумма углов будет меньше, чем правая часть. Да. То есть меньше, чем сумма всех углов. Да, спасибо. Такое не бывает. Отлично. Теперь давайте я скажу, как можно было по-другому. А задумайтесь, вот на какую тему. Есть ли у углов ногоугольника внешний угол? Посмотрите. Посмотрите. Когда вы берете такой угол, такой, такой, такой. Чему равна сумма всех этих углов? 360. 360. Сумма величин внешних углов 360. Но если у вас в каком-то месте угол острый, то вот это, наоборот, будет больше, чем 90. А четыре раза больше, чем 90, это больше, чем 360. То есть, смотрите, оказывается, даже никаких фонов не надо было выписывать. Можно было просто посмотреть на внешние углы. Внешние углы в сумме всегда дают 360 градусов, а поэтому не может быть слишком много острых углов. Три не бывает, а вот больше, чем три никогда не бывает. Хорошо.